здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на наш канал сегодня вы увидите один из самых крупных томатов селекция графирмы семена алтая томат дорогой гость далее видео селекция графирмы семена алтая это индетерминантное растение подходящее для открытого грунта и выращивание в тепличных условиях под пленочными укрытиями не совсем подойдет поскольку это все таки высокорослое растение высота дорогого гостя достигает среднем 150 160 сантиметров при выращивании в теплице в открытом же грунте высота как правило не превышает 120 130 сантиметров это растение нуждается в подвязки и пасынкование поскольку это все-таки очень крупное растение на котором формируется большое количество завязей формировать рекомендуем в один стебель в тепличных условиях и в два стебля в открытом грунте в открытом грунте также можно формировать в один стебель но в таком случае растение будет расти довольно высоким рекомендуется после формирования первой настоящей плодовой кисти сделать прищипку растения сверху для того чтобы она прекратила рост и после завязи 6 цветочной и плодовой кисти будет достаточно для того чтобы это растение вызрело чтобы вызрели все плоды поскольку томат средний ранний то есть созревание наступает через 100 115 дней после посева семян такой большой разбег обусловлен тем что ты все-таки сортовой томат и зависимости от того где выращиваете в теплице или в открытом грунте сроки созревания будут довольно сильно отличаться тепличных условиях созревания дорогого гостя наступает среднем на сотый день в открытом грунте на сто пятнадцатый день растение довольно неплохо устойчивы болезням отлично противостоит фитофторе но может к сожалению поражаться вирусом табачной мозаики поэтому обязательно протравливать семена перед высадкой их на рассаду и так что же представляет из себя плоды томата дорогой гость это очень крупные плоскоокруглые ребристые плоды которые формируются вот такими просто большущими большущими гигантами он действительно приплюснутый это может быть хорошенько вам видно ребра четко выражены из-за того что томат действительно очень большой ребристый иногда может вот так слегка растрескиваться если снимать плоды вовремя не давать им переспевать на кусту ничего страшного от этого не произойдет лучше снять томат слегка зеленоватым бурым и дозаривать его на подоконнике либо в других условиях но так чтобы он не переспевал на кусту поскольку может к сожалению заплеснивать повредиться различными неприятными грибковыми заболеваниями цвет этого плода действительно очень яркий насыщенный красивый традиционный классический красный томатный цвет слегка оранжеватым верхом у него есть такие можно сказать как будто бы признаки калийного голодания но это не так это особенность сорта у него проявляется такая оранжевая шапочка слегка видны на некоторых плодах особенно вот на этом визе такие оранжеватые желтые полоски сверху это нормальная особенность плода они действительно очень крупные средняя масса от 200 до 600 грамм в нашем случае в этом году мне кажется получилось вырастить настоящих рекордсменов кажется самое время взвесить их итак посмотрим сколько весит наш вот этот большущий красавчик который помещается в две мои руки и так восемьсот тридцать грамм томата один томат восемьсот тридцать грамм сортовой томат дорогой гость но я думаю для того чтобы быть сто процентом объективным нужно взвесить еще и вот такого большущего красавца он у нас массой семьсот шестьдесят пять грамм что более чем много особенно учитывая то что средняя масса томата до 600 грамм по словам госсорт комиссии к сожалению госсорт комиссии зачастую выращивают томаты не с такой любовью как вы можете выращивать на своем участке и многие томаты особенно сортовые часто могут вырастать крупнее чем заявлено на пакетах семян и взвесим таких вот но среднестатистических представителей вот такого небольшого скажем так размером небольшой это очень скромно будет сказано маленький наш томат весит ровно 400 грамм маленький да нет и взвесим томат чуть покрупнее он будет весить четыреста шестьдесят пять грамм мы собрали плоды с одного растения самые спелые получили вот всего из один два три четыре пяти томатов более трех килограмм плодов обалдеть просто можно думаю самое время разрезать посмотреть какая же мятоте нашего дорогого гостя но обязательно хочется попробовать то что это первые плоды дорогого гостя которые мы сняли именно в этом году вооружаемся нашим главным инструментом и режем наш томат он невероятно мягкий максимально сочный и режется как мясо в прямом смысле этого слова но у меня даже в две руки не поместится вот это что такое вот это настоящий сортовой томат дорогой гость видите какое небольшое количество семенных камер остальное все это мякоть сочная настоящая томатная томатное мясо в полного понимания аромат обалденный стоит это надо фоткать это что-то нелегальное просто аромат от томата стоит совершенно какой-то безумный очень сладкий очень насыщенный очень томатный очень приятный очень 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 хороший томат идеально подходит для салатов отлично подойдет для изготовления томатных соков томатной пасты для заготовок ну конечно для цельноплодного консервирования он ни в каком случае не годится поскольку он очень мясистый очень крупным просто не поместится в банку но к сожалению даже если найти банку такого размера он не очень хорошо поведет себя в консервации и в мариновании поскольку у него очень мягкая мягкая кожица которая повреждается кипятком но для потребления в свежем виде это один сплошной просто гигантский плюс одного такого томата хватит просто на всю семью накормить всех и гостей и себя и соседей думаю стоит попробовать но это потрясающе он сладкий он слегка с кислинкой то что я именно люблю в томатах у него очень очень мягкая кожица которая совершенно не мешает потреблять его свежем виде потрясающе оператор должен попробовать обязательно хорошо попал и жопка то бата ну а теперь хочется показать насколько он сахаристый и мясистый просто разорвав руками вот такой огромный томатище думаю это будет еще и очень приятно сделать поскольку он действительно огромный хватило бы еще сил на такого гиганта просто частями начинает разрываться это что-то и ненастоящее ай надо разрезать просто не хватит сил смотрите но это это вообще это как и вот такая красота вот такое томатное мясо вы можете вырастить на своем собственном участке даже в открытом грунте в любых климатических условиях давайте еще разрежем поперек вот этот наш томат который остался чтобы показать что у плодоножки совсем практически нет твердой части что весь томат это мякоть в отличие от многих гибридов итак смотрите обратите внимание плодоножка действительно практически отсутствует то есть белых вкраплений в середину их просто нет то есть томат держится за счет того что он очень-очень крепкий вот в этой части и это одна сплошная мякоть так глагол мякоть дорогие друзья обязательно подписывайтесь на наш канал и вы сможете увидеть также обзоры других сортов собственной селекции агрофирмы семена алтая хитрости по выращиванию томатов как сделать чтобы они были самые крупные сочные сладкие и вкусные до встречи в новых роликах и пока 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 и и и и и и и